следующий следующий браслет я вам покажу который наверняка многие из вас знают фирмы пандора эти браслеты изготавливаются из серебра и из золота или смешано серебро и золото и чем уникальны и чем хороши эти браслеты можно купить серебряный браслет он будет самый дешевый то есть вы покупаете основу основы это вот такой вот такой металлический живут в данном случае серебряный жгут золотой застежкой самый дешевый будет серебряный жгут серебряные застежкой вот такой же точно такой же только и серебра и самый дорогой они конечно очень дорогие золот золотая такой золотой канатик и золотая застежка все остальные бусинки вы покупаете отдельно вот это называется спайса вот эта цепочка держит когда мы открываем сейчас я покажу застежку очень хорошие очень прочная застежка она так открывается такой здесь гвоздик очень удобно себе он не так удобно как александр маквин я вам показывала но тем не менее я могу сама застегнуть то есть просить никому не надо вот так в ложбинку сюда вот это гаечка заходит и и вот такой щелчок и он очень очень крепко держится чем чем интересен этот браслет каждый бусинка подразумевает может подразумевать какое-то событие может отражать какое-то событие может быть памятной памятной датой это может быть день рождения может быть был подарок в крисмас может быть это был подарок по по поводу какого-то юбилея. Может быть, бусинка была подарена в день рождения вашего ребенка. То есть, все, что угодно, что вам придет на ум, инициалы, эта компания вам предлагает. Бусин, каких только нет, всевозможных. И серебряные, и золотые. Естественно, золотые будут намного дороже. А серебряные, по-моему, начинаются буквально с 20 долларов. Ой, мы давно уже не покупали эти бусинки. Я не хочу сказать, что-то не так. В общем, я знаю, что серебряные бусинки не так дорого, и если в них нет каких-то камешек интересных, полудрагоценных или драгоценных камней, то они достаточно дешевые. Ну, здесь мои любимые, так как мне нравится серебро с золотом в сочетании. Вот здесь такие ракушечки. Вот ракушечка со звездой. Вот такая крисмас-елочка с маленькой звездочкой золотой на макушке. Вот такое колесико, и здесь позолоченные очевидно пару таких колечек со вставленными фионетиками. Вот здесь колечко со вставленными фионетиками. Вот такая мне нравится пчела-королева. Маленькая пчелка с короной. Такая очаровательная. Ну, вот это на мой вкус, вот и на марка вкус, так как мы вдвоем эти вещи он мне покупает. Вот такой вот. Тоже такая бусинка интересная, серебряная бусинка с золотыми ромашками на ней. Вот такая интересная бусинка с маленькой жемчужинкой. Здесь сверху вот такой голубенький топаз. Что еще? Ах, да! Вот вы видите здесь два вот таких кольца, сделанные из стекла. но это определенным образом изготовленное стекло нескольких цветов. Вот одна и вторая бусинка. И вторая бусинка. Серебро. Вот здесь написано Пандора, если сбоку посмотреть. Вот так с этой стороны должно стоять проба. Эти две будут интересные браслеты, которые вы тоже скорее всего видели. я его очень-очень часто ношу вот с этими часами. Это ручная работа американской компании. Он одевается очень просто. Вот одевается и вот так два кончика я просто бусинкой вот этой затягиваются, что мне тоже очень нравится. Буквально секунда и браслет на руке. Вот такой браслет. И к нему еще один вот такой браслет или его можно носить как браслет или его можно носить на шее. Я обычно ношу на шее, но можно носить на руке. То есть он заматывается вот так на руку. Это из... Эти браслеты сделаны из тесьмы и на них нанизаны бусинки, которые двигаются, которые не закреплены. И вот конкретно на этом браслете здесь переход цветов интересный и здесь вот такой крестик, на котором написано Этика. Этика. Это бренд. Он очень хорошо на шее смотрится. Если, может быть, кто-то обращал внимание, я его одевала. То есть это бижутерия, это не золото, но вот так вот так это смотрится. Следующее украшение. Это украшение я купила через интернет. Это украшение Либертини сделано молодым дизайнером, английским дизайнером Гиллс Дейкон his name. Это на любителя. Вот такой внутри такая коробочка, а внутри вот такая украшение украшение а внутри на желтой цепочке это бижутерия вот такая девочка с копной густых оранжевых волос. Глазки и ротик у нее сделаны из кристалла Сваровски. Платье и волосы то, что покрашено вы видите это эмаль с обратной стороны написано его имя имя дизайнера с обратной стороны вы видите имя дизайнера вот такая совершенно очаровательная мадемуазель подвеска стоила я не помню честно сколько она стоила этот бренд достаточно дорогой потому что это хорошего качества и очень красивые он делает украшения но так как я уже сказала я покупаю покупаю вещи я люблю покупать массели то есть это очаровательная рожеволосая девочка мне обошлась буквально я не помню что-то мне кажется вокруг 70 долларов как-то так что коробки ну это очаровательная девочка идет в эту очаровательную розовую коробочку до лучших времен потому что у нас осень зима зимой осенью зимой шарфы вместо украшений так теперь у нас в Австралии кто там Леночка у нас переживает она будет скоро у меня в соседе жить там Машенька приедет скоро к нам в Сидней значит девочки я не знаю кто любит кто не любит я люблю украшения вот у нас австралийский есть бренд называется вечери вот от вечери у меня есть такой набор сейчас я покажу такие камешки они похожи что они как будто натуральные но они не натуральные достаточно он тяжелый каждый камешек разного размера и формы такое ощущение что они просто натуральные камни чуть-чуть они подшлифованы но это такое я не знаю это может быть керамика вот один у меня я уронила нечаянно разбила его надо склеить вот здесь видно хороший браслет здесь такая сделана пуговичка очаровательная такое плетение хорошее растика это называется такое домашнее немножко грубовато сделано вот такая пуговичка под серебро очаровательное и они на резиночке то есть он одевается вот так и к нему на лето вот такие сережечки мне они очень нравятся мне нравится цвет мне нравятся сережечки так что девочки вот кто любит вы не переживайте это совсем недорогое украшение я тоже по-моему брала на сейле то есть начинается у них долларов 50 может быть 60 ну до 100 долларов у них бывает хотя это уже достаточно это все-таки недешево но можно купить когда идут сейлы а сейлы идут всегда то есть может быть долларов за 30 и сережки долларов может быть 18-20 вот как-то как-то так так следующее украшение это пластмассовый браслет я очень люблю красный цвет если вы заметили одевается вот так просто легкий-прелегкий красиво красного цвета бренд называется Paris Made in France у меня очень достаточно заколок для волос этой фирмы они очень хорошие ободочки для волос вот я люблю такие вещи вот кому нравится Paris Made in France я надеюсь камера фокусирует но если не фокусирует спросите я отвечу теперь что еще у меня осталось в фирме Louis Vuitton вот в такой коробке типичной для Louis Vuitton коробочкой открывается вот так как бы ящичек из шкафа открывается коробка так внутри внутри документы идет паспорт вот так выглядит паспорт это ресит ценник кто продавец номер 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 этого браслета когда это было куплено во сколько кто покупатель как он платил это паспорт это паспорт потому что если вы надумаете продать то всегда лучше вас купят если у вас есть паспорт значит паспорт вот так в коробке и в коробке вот такой маленький мешочек который называется Dust Bag как я уже говорила на котором написано Луис Виттон и внутри браслет который называется ух памяти дабл лок лок и по-моему двойной двойной застежкой значит Луис Луис Виттон браслет что из себя представляет два таких обруча это не кожа это ткань со специальной пропиткой вот такая тяжелая фурнитура желтого цвета под золото маленький такой замочек на котором с двух сторон инициалы LV с одной и со второй стороны на застежке мы видим тоже инициалы LV Луис Виттон застежка очень крепкая здесь две такие шишечки на которые мы нажимаем и он открывается вот такой браслет такая застежка опять нажимаем и вставляем застежка очень прочная очень крепкая вот такой браслет он смотрится очень элегантно смотрится красиво само не тяжело застегнуть приходится всегда просить марка что мне не нравится но куда от этого деваться эту застежку самой можно застегнуть но сложно вот так выглядит этот бренд достаточно дорогой как вы конечно знаете но мне он нравится мне он нравится это сделано этот браслет сделан во Франции Луи Виттон компания Луи Виттон 4 страны обслуживает это Франция Италия Америка Франция Италия Америка Спейн Испания 4 4 страны которые делают сумки и все остальное для компании Луи Виттон так ну и последний браслет который я хочу вам показать это браслет от Бюлгари по русски вы говорите Бугари это браслет 2014 год сделан из кожи кобры вот такого оранжевого цвета голова кобры покрыта эмалью ее ядовитый зуб вставлен вот в третью дырочку здесь три дырочки вот так откроем я вам покажу три дырочки он вставляется вот так вот зуб кобры вставляется это продевается сюда и вставляется вот так застежка вот такая вот такой совершенно очаровательный браслет здесь написано Бугари Made in Italy что тут есть а ну и стоит номер стоит номер этот браслет мне тоже очень нравится этот браслет я могу застегнуть сама что еще лучше потому что раз вот так в дырочку и все и браслет вот он мне даже сегодня подходит к моему аутфиту я его одеваю с каким-то другим браслетом у меня его сейчас здесь нет но я могу одеть может быть с этим сейчас а нет здесь серебро ну ладно вы поверите на слово что вот так он выглядит такой элегантный элегантный браслет головка кобры с зелеными изумрудно-зелеными глазами эмалевыми такая красивая эмаль как будто я даже засомневалась говорю может быть это камешки нет это не камешки это очень красивый эмаль вот это был красивый браслет ну и вот мои милые девочки наверное все что я хотела вам сегодня рассказать про свои украшения что-то я забыла может быть что-то я пустила из виду и не сказала но не важно мы еще встретимся задавайте вопросы оставляйте комментарии что вам было интересно что бы вы хотели узнать эм увидимся в следующих видео всего вам доброго любите и будьте любимы пока 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 Продолжение следует...